И я рад вас видеть, приветствовать и те, кто смотрит сейчас онлайн, мы также рады вас приветствовать и присоединяйтесь своими сердцами к нашему богослужению. И кто, конечно же, особенно живет в Нижнем Новгороде и ты смотришь онлайн, я не особо тебе рад, потому что, ну я шучу, естественно, но тем не менее, так радостно лучше быть, пребывать в церкви телесно. Ты здесь? Вы здесь, друзья? Почему? Потому что на самом деле в этом есть разница. И зачастую, когда, вы знаете, нас заперли по волею болезни, эпидемии в дома, и когда мы сидели, все были на онлайне, и я думал, что когда откроется храм, народу просто ломанется, и будут все драться за стулья, потому что все соскучатся. Оказывается, не так. Оказывается, появилась, точнее, категория людей, которые просто сидят на онлайне. Почему? Потому что, ну не надо причепуриваться, не надо краситься, если ты сестра, если ты брат, не надо там что-то, как-то брюки гладить в стрелку. Знаете, можно сесть в труселях с кофем и сидя на диване, так же помахать под прославление, вот так вот, рукой, и все, вроде никуда не идешь. И сейчас, наверное, раньше было модно, знаете, выражения такие, ты на каком проповеднике сидишь? Я там на пастре Павле Рындича, а я на Константине Аскалине, а я на Вадиме Шарове, а сейчас добавляется, а я на онлайне сижу. Слушай, не сиди на онлайне, ты здесь, потому что Бог должен видеть твои глаза. Знаете, вот у меня старший сын, он, ему уже 17 лет скоро будет, и он так потихонечку прижился у бабушек. И как бы понимает, что когда ты живешь в доме, там в доме надо что-то делать, снег чистить, собакой присматривать, еще что-то, ну что-то делать. А у бабушек же не надо ничего делать, правда же? Бабушки, они так любят, что дуют, называется. Не буду говорить, в какие места, но тем не менее. И вот он под видом, он говорит, ну что, я же все равно с вами в общении, я звоню там, я же в доступе, все нормально. Я говорю, Илья, мы должны видеть твои глаза, слышишь, потому что ты сын. И то же самое происходит в церкви. Да, может быть, у тебя все логично, да, может быть, ты объяснил сам себе, лидеру своему и так далее, что вот удобно, онлайн, вот и так далее. Я всегда там еду в машине, вот, ты вещаешь. Что тут такого? Вроде все логично. Но Бог все равно хочет видеть твои глаза вживую в церкви. Ты здесь, чтобы не только Бог, чтобы братья видели, потому что не знаю, ты где, куда ты потерялся, тебя что-то нету вообще и так далее. Надо видеть глаза, вот так или нет. И поэтому, друзья, я сегодня хочу подытожить, собственно говоря, завтра уже весна, да, весна, 1 марта, завтра будет другая уже тема месяца. Оно все, все-таки у нас тема остается, тема любви, да. И вы знаете, как-то вот по иронии, не знаю, восприятие, может быть, всегда, когда люди говорят о любви в церкви или тема звучит о любви в церкви, она как-то менее чуть-чуть воспринимаемая. Почему? Потому что, ну, мы привыкли там о финансах, о, это зайдет, о власти, о, классно, о вере, здорово, а о любви, ну, как-то оно, как-то вот так вот. И поэтому я сегодня буду говорить о любви нескучно, друзья, в силу того, что, во-первых, холодно в храме, во-вторых, чтобы вы как-то немножко ожили. Но если вы сидите в маске, и я буду, и я буду шутить, и хотя бы, если ты можешь снять маску и вот так улыбнуться, я пойму, что шутка зашла. Если нет, то ты можешь, если тебе нельзя снимать маску, ты просто как фунтамас, вот так, хорошо, договорились? Если ты будешь делать не то, не то, я тебе все остальное время буду проповедовать об аде, и будет все нормально. Итак, но все равно, у нас тема любви, и, друзья, давайте мы подытожим вот этот месяц, и давайте с вами откроем первое послание Иоанна, 3 глава, 1 стих. Библия говорит о том, что смотрите, даже запятая стоит, то есть смотрите, написано, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал его. Вот это слово, которое пришло нашему пастору в названии месяца, и я из него буду проповедовать. И смотрите, когда мы читаем, Господь говорит, смотрите, то есть пристально обратите внимание, какую Бог любовь дал нам, чтобы называться. Вот с этим, в принципе, половина страны как-то справились, да, ведь, называться. Все называются христианами, да, носят крестики, амулеты раз в год в церковь. И вот, я христианин, почему, потому что я живу в России, я христианин, но там приписочка для особо понимающих, Бог говорит, и быть. Вот, вы знаете, есть разница, и моя проповедь, она и так и называется, что важнее, называться или быть, да. Быть, это значит образ жизни, ну так ведь. Быть, это не просто называться, это запустить себя в процесс, да, жизни с Богом во все дни, как говорится, твоей жизни. И вы знаете, вот называться, это одна сторона, когда Бог, Он тебе, как бы называет тебя дитем в кредит, можно так сказать. Слышишь, Он тебе кредитом дает, Он говорит, хороший мой. И это как вот у нас рождаются дети, они маленькие, мы их на колени, лелеем и так далее. Но когда твоему сыну 30 лет, он садится тебе на колени, это как-то картинка не очень, да. Почему? Потому что мы все-таки подразумевая, рождая детей, мы подразумеваем, что они будут расти. То же самое Бог говорит здесь, послание не просто, чтобы ты созерцал, ой, бывает, знаешь, так, я купаюсь в любви Божьей и все, что ли. Этот стих вообще говорит о другом, он говорит о любви Божьей, как о силе, чтобы ты, чтобы тебе быть. Он говорит, смотрите, какую Бог дал, чтобы быть, чтобы тебя сформировать. Слышишь? Поэтому здесь Божья любовь, это как потенциал к тому, чтобы ты реформировался. Слышишь? Помните, когда Бог дал обетование Аврааму, что ты будешь отцом множества. И когда Авраам ослабел в вере, что произошло? Бог его вывел куда? Он говорит, посмотри на звезды. То есть, он говорит, посмотри, Авраам. Авраам, ага. И Бог ему говорит, вот это вот малая медведица, это большая медведица, вот там вот эта звезда, там видел, да, все, ну и все. Там вообще посыл был не про это, а то, чтобы Авраам через картинку, он говорит, посмотри, чтобы через эту картинку он обратил внимание и принял силу, чтобы получить влияние, чтобы стать по-настоящему Авраамом, отцом множества. И то же самое происходит вот в этом посыле, он говорит, посмотрите, какую Бог любовь дал нам, чтобы нам не только называться, но и быть детьми Божьими. Слышишь? Потому что быть детем, это гораздо сложнее, чем называться. Историю вам расскажу. Я учился в первом классе, у меня был такой друг Гоша Рыжов. И мы, значит, сидим, и мы так сдружились, мы что-то там веселились. Ну вот друга со мной вместе за партой сидел, все хорошо, и мы как-то вот, ну, после школы играли, гуляли там, ну, вместе уроки делали. Пришел момент. Мы, значит, сидим, заходит учительница, говорит, подождите, дети, не расходи, сейчас придет директор музыкальной школы. А вот раньше назначали, чтобы ты ходил в музыкальную школу. Вот как-то вот так, я не знаю, как у тебя, но у нас вот так было. Я помню, мы сидим, и заходит директор музыкальной школы. И классный руководитель говорит, сейчас я буду зачитывать по списку фамилии тех, кто туда пойдет. Я сидел, это была первая искренняя молитва в моей жизни, чтобы чаша сия меня минула. Ну, правда, я ничего общего, ой, ничего против не имею, там, школы, все нормально, я сейчас не к этому. И я, и мы сидим, и, значит, начинается по списку. Такой-то, 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 такой-то. Я прям сижу, думаю, только бы не я. И Рыжов. И он на меня смотрит, у него прям реально побелело лицо. Обычно, когда человек хочет, у него совсем другая реакция. И у меня такая в голове песня. Вот пуля пролетела, и ага, товарищ мой упал. И вот он семь лет, друзья, семь, семь лет. Ну, ладно бы на гитаре, когда ты выучился и во двор вышел, и все девчонки твои, или парни, и вы там блатняк сыграли на лавочке, и так далее. Или рояль, когда ты уже вырос, и выходишь, вот у тебя зал, и так далее. У тебя ласточка здесь такая, ну, как она, фраг. Ты так раз, и садишься, и блу-бл-бл-бл. У Гоши Рыжова так не вышло. Он попал на домбру. Я ничего не имею против домбры, друзья. Но если бы он сейчас покаялся и попросился прославления, его бы даже не взяли. Почему? Потому что домбра, она никак не колерируется вот с остальными. Ну, ладно, гитара, ладно бы еще что-нибудь клавишное. домра. Знаете, какой домра? Домра, это, мне кажется, это вообще, это три струны, она такая, как балалайка, только это не балалайка. Балалайки, да, понятно бы, фольклор, там, русский, все играют. Домра. И вот он семь лет ходил, отрабатывал. А вы видели, кстати, другой музыкант, вот здесь вот, Саня Наумов. Да, если ты даже не хочешь петь, то на него поглядишь, как он поклоняется, вернее, играет. И тебе тоже хочется вот так, потому что он, знаете, как играет? И он не кривляется, он весь там, он в музыке. Потому что Саня, он не просто называется музыкантом, он музыкант быть. Ты здесь чувствуешь разницу? И вот вы знаете, Бог хочет, чтобы мы были. Я, знаете, удивляюсь, недавно мы были в Египте, и там я наблюдал за египтянами, которые следят за, ну, не то, что за порядком, они встречают тебя, они смотрят, как чтобы вовремя убирали другие официанты посуду, ну, и так далее, там, подносили какие-то напитки. И вот, вы знаете, я удивился, я когда наблюдал, я думаю, слушайте, это прямо трансформеры, самые натуральные. Ты заходишь, когда ты заходишь, у него улыбка, он стоит, «Сэр, you have a nice day, ты, о, thank you, ну, хорошего дня, там, проходите, welcome, ты такой раз». И только ты из его поля зрения пропал, и у него сразу просыпается трансформер, он «И так общается вот с этими его подчиненными, ты же не подзатыльника». Потом опять ты идешь, он, «Как вот, приятного аппетита?» Я смотрю и думаю, «Слушай, какое перевоплощение?» Вот так же бывает с христианами. Они перевоплощаются. Пастор идет, пастор спрашивает, Как дела? Или брат, или он на ячейку пришел. Все хорошо, я такое откровение получил, сейчас поделюсь и так далее. Потом раз с ячейки, только спустился, захлопнул за собой дверь. Где-нибудь какая-нибудь ситуация, трансформер. Особенно, когда ты едешь на машине. Он так просится этот трансформер, просто вообще. Мы недавно едем, на светофоре остановились. Я смотрю за светофором, желтый, и только он перерастает в зеленый. Сзади, я думаю, кто там может быть? И все равно объехал джип, остановился вот так, и там женщина с прической Иосифа Кобзона. П. И она. Вот знаете, ты же не слышишь, что она говорит? Она как рыбка в аквариуме. Знаешь, я чувствую, она там матом нас покрывает. Я сижу, и у меня такой трансформер просится. Я смотрю, у меня нога пошла. Ой, ему надо вынырнуть, этот трансформер. Пошла нога, я ее... У меня жена сидит, не вздумай. Потому что я дитё Божье. Я улыбнулся, посмеялся, потому что мне помогла ее прическа, посмеяться. И тем не менее. Поэтому, друзья, Бог желает нам, и Он дает нам любовь, чтобы мы были, правда, были детьми Божьими. Правда же? Чтобы в нас, во всех ситуациях, когда нас никто не видит, или наоборот нас видит, нас являлся образ Божий. И Бог, Он знает эти все вещи, когда мы с вами не в собрании, где-то в других местах, просто в жизни. Другими словами, Он хочет, чтобы мы являли образ Божий. И, в принципе, это не одно и то же, что быть, называться, точнее, и быть Детем Божьим. Правда же? И давайте мы сразу перейдем тогда, ну, по сути, к пунктам, чтобы ты не только посмеялся, но ты что-то и записал. Друзья, на самом деле, Божья логика вот в этом названии и быть, она вообще другая. Когда ты читаешь Деяние 11 глава 26 стих, там интересно написано. Там написано, что и их стали называть христианами. По крайней мере, это в современном переводе так стоит. То есть, в Деяниях учеников стали называть христианами. Не потому, что они сказали им, мы христиане, стоять бояться, деньги не прятать. Знаешь, вот так вот. Все, слушайте нас. Нет, они их стали называть христианами, исходя из образа жизни повседневного, которого они являли. То есть, по сути, Бог хочет, чтобы нас называли. То есть, это было плодом уже наших поступков и нашей с вами жизни. Ну, так или нет? Они наоборот, на самом деле. И что значит быть христианином? И давайте первый пункт, что значит быть. Это при всех обстоятельствах, быть на его стороне. При всех обстоятельствах, друзья, принимать Божью сторону. Неважно, где твой болтался корабль, но чтобы всегда пристань была на его стороне. Чтобы твое убежище, это был Господь. Слышишь? Потому что, знаешь, бывают разные обстоятельства, и мы как-то меняем, бывает, свои решения. Сначала мы, ух, мы христиане, потом приходит какая-то трудность. Мы раз уже как-то не принимаем Божью сторону. Знаешь, у меня младший сын есть, и мы когда смотрим, и мы когда смотрим, привет нам передайте, и мы когда смотрим с ним какой-то футбол или хоккей, знаете, он что делает? Я говорю, за кого будешь болеть? Он сидит, подожди. Какая команда начинает выигрывать? Он говорит, за них. Потом, когда равен счет, та начинает, он, нет, я вот за этих. Я говорю, слушай, в принципе, хорошая степень выживаемости у тебя, Петь, но недолгосрочно. Долгосрочно, да, и поэтому, друзья, у нас бывает такой момент, когда приходят и трудности, да, особенно, знаешь, я не понимаю людей, которые, знаешь, они ходят в церковь, и все у них хорошо, все им кисло и сладко, но приходят моменты, когда нужно принимать усилия что-то преодолевать, и они говорят, я попнулся. Или там, мне никто не позвонил, со мной никто не общается. Вы знаете, я недавно услышал шутку такую интересную, там такой закадровый голос. Если с тобой никто не общается, если ты чувствуешь одиночество, если тебе никто не звонит, набери долгов. Что-то на первом служении шутка зашла. Чувствую волну, там доходит, там вон дошло, доходит. Я, конечно, еще шучу, друзья, но смотри, ну, Писание говорит о том, что Бог говорит, вы соль земли. Правда же? Ты знаешь, когда соль ни с чем не соприкасается, она грустит, ну, она и не нужна. Вот ты знаешь, Он назвал нас солью земли. И ты, ты соль, ты правда соль, и мы соль, соль. Ты сидишь уже соль, и чувствуешь, я никому не нужен. Так понятно, что ты никому не нужен. Ты засиделся уже, хорош. Иди уже осаливай этот мир, общайся, сделай что-то. Аминь. Вот там, начни влиять вот там. И тогда у тебя все будет хорошо. И тебе звонить будут, поверь мне, и не коллекторы, да, и не из банка. Тебе будут звонить, тебе будут, тебе будут нуждаться и так далее, и так далее. Ну, хватит уже друг друга-то учить. О, один человек хотя бы получил откровение. Быть на его стороне, друзья. Вы знаете, люди часто бросают как-то вот быть активными в церкви. Ну, в силу обстоятельств. Вы знаете, я недавно размышлял на эту тему. Почему мы часто мотивируем людей просто служить? Ведь что такое служение? Служение это то же самое священодействие. Это не обязательно, вот ты пастор, ты проповедуешь, вот ты священодействуешь. Ну, я сейчас не буду углубляться в теологию, но мне бы главное донести до вас посыл. Человек, который стоит и служит в группе порядка, он тоже по сути священодействует, да? Он активен, он служит Богу тем самым. Ну, так или нет? Вы знаете, когда люди оставляют служение в церкви, они лишают своей личной жизни категории священства. И когда, я помню, читаешь Исход 30 главу Моисей, Моисей, Бог дает идею помазания. Он говорит, помашь, там, принадлежности, помашь, там, ну, скиню, собрание и так далее. Потом он говорит, помашь и Аарона, чтобы они были священниками мне. То есть, отдели их особенным образом. И вы знаете, когда мы служим в церкви, мы ведем домашние группы, мы берем на себя ответственность и так далее. Мы вот приносим в свои семьи дух священства. Аминь. И поэтому, сколько раз у меня было искушение что-то бросить и так далее. Но я понимал, что я заберу тогда вот это помазание священства и своей семьи. Поэтому служи, дорогой мой, хоть кто-то, либо муж, либо жена, все равно служи. Потому что Бог, Он общается еще серьезнее и больше, знаете, с кем-то, со священниками. Поэтому прими это откровение, быть на Его стороне всегда. Аминь. Так или нет? Второе, друзья, второе, это научиться преодолевать трудности. Вот, научиться преодолевать трудности. И Римлянам 8 глава, 38 стих говорит так. Ой, извините, не то. Римлянам 37. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Вот все сие, то есть трудности, в том числе, мы преодолеваем силою. Почему? Потому что мы понимаем, что Бог нас любит, и это приносит силу в нашу жизнь. Но так или нет? Писание говорит в другом, Евангелие от Иоанна, 1 глава, 12 стих, говорит так. А тем, которые приняли Его верующим во имя Мое, дал власть быть кем? Детьми Божьими. Ты знаешь, у тебя есть власть быть детем Божьим. И тебе прежде всего нужна эта власть для себя самого. Потому что часто приходят мысли, что ты вообще не ребенок Божий. Ну, такое бывает, когда натиск, когда вызов, когда кажется, что Бог тебя оставил, у тебя есть власть. Когда приходит этот внутренний диалог, противоречивый диалог, у тебя есть власть, что ты дитя Божье. Эта сила дана тебе для того, чтобы ты сохранил это на всем протяжении жизни. Ну, так или нет? Вы знаете, научиться преодолевать трудности. Второй Тимофей, 2 глава, 3 стих я зачитаю, собственно говоря, из современного перевода. Ой, 1 Тимофей 1, 18, извините. Да. Нет, не 1, 18. 2, 3. Там написано о войне. Он говорит, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Там написано, не застряй в страданиях, не погибни в страданиях. Вы знаете, нам кажется, когда приходят трудности или страдания, дьявол всегда будет, или обстоятельства, или еще кто-то, или какой-то голос, мнение, будет всегда говорить, что все, ты сейчас здесь просто помрешь. Но Бог говорит, переноси, как добрый воин. Это означает о том, что Бог называет нас еще и воинами. То есть, мы, собственно говоря, в духовном мире должны каждый из нас вести какую-то войну или духовную брань, ну так или нет. Значит, Бог нам показывает не только категорию детей, ребенка, но и воина. Потому что страдания способны перенести люди, которые подготовлены. И Бог хочет, чтобы мы были готовы. И прежде всего, как? Через Его любовь. Ну так или нет. Когда бывает вообще все темно, ничего не видно, и ты понимаешь, Бог все равно меня любит. Вот и все. Да ты не прав. Или там, да ты вообще что-то не то делаешь. Бог меня все равно любит. Да ты знаешь, ты же ошибешься. Смотри, ну, Бог меня все равно любит. Или ты ошибся, правда. И тебе говорят, ааа, мы же говорили. Ты говоришь, да Бог меня все равно любит. Это тебя держит на плаву. Да тебя, да там у тебя что-то с семьей. Да Бог меня все равно любит. Ну так или нет. Вот и все. Поэтому научиться именно преодолевать трудности. Я не говорю, что ты сразу будешь преодолевать трудности. Ну, по крайней мере, готовность, когда ты тренируешься раз за разом. Зачем тебе нужны трудности? Можно было и без трудностей. Да, можно было. Тогда бы ты, по сути, вырос тогда мажором. Божий мажор. Ах, как интересно. Только все хорошо. Так не бывает, друзья. Поэтому, чтобы ты не вырос божьим мажором, а божьим дитя, есть трудности. Знаешь, отметь такого друга или сестру, который вот хорошо ревновать в добром, а когда трудностей, его нет. И он как-то это все объясняет всегда. Как-то умело. Это примерно как, знаешь, ты сидишь в окопе. Отстреливаешься, держишь рубеж, каждый вы отвечаете за рубеж. Раз, его нету. Бой закончился, перерыв между боем. Ты где был? Да это, в туалет ходил. Вроде не придерешься, в туалет пошел. Раз, опять бой начинается. Все воюют, держат рубежи. Его опять нету. Ты где был? Ты знаешь, маме звонил. Там, ну, Писание же говорит о том, что почитай отца и мать и так далее. И ты понимаешь, вроде не придерешься. Ну, почему, когда бой, тебя нет? И в другую сторону, потом между боями, да, как помните, раньше фильм были, приезжает машина, там это, выступает валенки, валенки. И все там бойцы сидят, то перевязаны. И почему-то именно тот, кого нет, в бою, он открывает эту конференцию. А потом рассказывает раненым солдатам, надо было от пули уворачиваться вот так. Или вот так. У меня был такой друг, я думаю, слушай, что это за друг? Понимаете, да, о чем я говорю? Поэтому не будь таким. Преодолевая трудности. Помогай еще в трудностях другим людям. Ну, так, это, это, конечно, это вызов. Но потом запоминает все, я все моменты, друзья, запоминаю вообще, не когда я вот сижу там, что-то хорошо у меня в жизни. А ты запоминаешь моменты какого-то кризиса, и вы вместе его преодолеваете. Я чуть потом вернусь в один из пунктов, расскажу вам более подробно. Да, Аскалина, хотел сказать, пивовару. Да, Аскалина, потому что вы были с нами и так далее. Итак, друзья, третье, о чем мы, третье, для того, чтобы быть. Третье, это верь в пророческое слово. Верь в пророческое слово. Что такое пророческое слово? Пророческое слово изначально это Библия для тебя. Послушай, если когда ты читаешь Библию, она с тобой не разговаривает, или у тебя в сердце нет диалога с Библией, это беда. Слышишь? Потому что бывают моменты, когда никакое человеческое мнение, ни пастырское даже мнение, не поможет тебе в твоей ситуации, а тебе поможет слово или специфическое откровение, которое Бог хочет тебе дать. Вы знаете, в моей жизни было немного пророчеств, но я их многие записал, они до сих пор, по сей день, держат меня на плаву. Даже я не своей силой держусь на плаву, а на плаву пророческого слова. По пророческому слову я женился. Оказалось правильно. Серьезно. И 1 Тимофей 1,18 говорит, я доверяю, это, извините, это современный перевод, написано, я доверяю тебе завещание, это Тимофей, сын мой, в согласии с пророчествами о тебе, сделанными давно, чтобы ты мог воспользоваться этим в своей борьбе. Слышишь? В своей борьбе. Ключевое слово своей борьбе. Скажи, моя борьба. Я сейчас скажу, я сейчас объясню, что я имею в виду. Вы знаете, мы живем со Христом и думаем, что за нами кто-то что-то будет делать. Кто-то что-то сделает. За меня жизнь проживут, за меня семью построят, за меня будут работать и так далее. То есть, есть категории людей, которые думают, что они живут с фиксиками. Знаете, кто-то фиксики? А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. На самом деле, это мультяшные герои, кто не знает. Поэтому, кто не знает, покайся. Фиксики, они всегда что-то делают за людей. То есть, человек просто живет, а фиксики что-то делают. То в телевизоре там что-то, то в канализации и так далее. И вот, ты знаешь, некоторые люди живут, как будто они с фиксиками. За них они что-то сделают. За них кто-то что-то проживет, преодолеет, трудности и так далее. И вот они живут с фиксиками. Возьми ответственность. Ну, правда же. Когда ты берешь ответственность, ты нуждаешься. Когда ты взял ответственность, ты нуждаешься. В Божьей любви, а соответственно, в Божьей поддержке. Аминь. Вы знаете, у меня был момент, когда у меня была бабушка, она сейчас на небесах. И когда я родился, у меня две макушки. Ну, сейчас ты их не разглядишь. У меня сплошная макушка, я еще более счастливый. И всегда говорили, что две макушки – это счастливый. Ну, не знаю, так говорит моя бабушка. И она всегда приходила, она меня целовала и говорит, ты будешь счастливой. Ну вот Серёжа уже в тюрьме с двумя макушками. Потом вышел из тюрьмы, стал наркоманом с двумя макушками. Когда я вышел с революционного центра, я пришёл к бабушке, и она на меня смотрит, и она сказала, я верила, у тебя две макушки. Если макушки сработали, друзья, как ты думаешь, слово обетование, которое Бог говорит, ты будешь благословен, сработает оно или нет? Сто процентов. Я, конечно, не верю в макушке. Но если бабушка держалась за макушку, что у её внучка будет всё хорошо. И теперь родился Петя, у неё их три. Я серьёзно говорю, три макушки у неё. Я думаю, это знак, но я не верю в макушки. Аминь. Четвёртый, друзья, четвёртый, последний. Алексей, это что-то больно, рано. И четвёртый, последний. Вот не отгадаете вообще, что, как, другими словами, быть? Что нам поможет быть христиан? Юмор. Друзья, юмор. Писание говорит, весёлое, сердце врачует. Вы знаете, нас юмор спас в одной такой поездке. Просто она была в Махровом 2006 году. Мы поехали в Германию, потому что там была конференция с Костеланцем. Это был Чупров, Эдик, это были Аскалин и оба. Кстати, единственное, Лара была женщиной там, ой, ну, сестрой. Вот. Вадим Шаров, я там, Влад Михеев и так далее. И вот мы едем. И уже вначале не задалось, потому что нас обманули эти водители о том, что они назвали одну цену за билеты, а потом оказалось, она совсем другая. Мы с ним долго спорили и так далее. Но было уже поздно, потому что мы спорить начали где-то под Смоленском. Но мы всё-таки заплатили и так далее. И вот мы едем. И вот ночь. Леса белорусские. Автобус остановился резко, он начинает гореть. Реально гореть. Вот представь себе, что горит. Мы выскакиваем из этого автобуса. А с нами был ещё один брат, он в МЧСе всю жизнь проработал. И мы, значит, я эти сумки вытаскиваю, а здесь прям полыхает. Я Вадику передаю Шарову, Вадим здесь. И мы оказались с ним только вдвоём с этими сумками почему-то. И мы, значит, и в этот момент я начинаю просто ржать. Я думаю, сейчас если бахнет, я-то нормальный, а у Вадика все волосы с пальцами. Представьте себе Шарова-Лысого. Вадим, Вадим Николаевич. Здорово же, да? И мы, значит, всё выгрузили, отскочили, значит, тут тушат и так далее. Вот этот брат, который работает в МЧС. Я ему говорю, Лёх, а ты чё нам не помогал-то? Ответ. Я в отпуске. Ты помнишь, Константин? Это ещё не всё, ребят. Там дальше был мотель. Нас отвозят в мотель ночью. Мы все устали вообще. И вдруг мы находим диван. В коридоре на втором этаже диван. Ложимся. Эдик Чупров, я, Вадим Шаров. И мы только засыпаем сном таким. Знаете, ну на половине спим вот так. Ну, ноги-то они, чтобы всем влезть в этот диван. И вдруг кто-то орёт. И я понимаю, что борьба идёт между охранником и какой-то девушкой. Девушка, это была проститутка, ну вот на этой там. И она пьяная. Она шла к своему дивану, который мы заняли. И вот она как-то проскочила. И мы, я помню, как зенитные пушки от неё просто отстреливались. Она только увидит, что мы чуть засыпаем, она с разбегу, реально вам говорю. Хотела прыгнуть и вот так вот протиснуться между нами. Мы ноги выставляли, бам. Я давай ей проповедовать. Я говорю, как тебя зовут? Она, Настя. Я говорю, о, здорово. Она раз опять в ум. Я пока ей проповедовал, она в уморок. Вот опять уходит в кому в алкогольную. Потом опять просыпается. Так кто? Я говорю, да я Сергей. Здрасте, я Настя. Вот. И оттуда пошла эта пословица. Точнее поговорка. Так это ещё не всё. И мы думаем, слушай, вот если бы не было этого юмора, наши вот отношения вот к этой ситуации, да мы бы приткнулись. Почему? Потому что мы едем, нас привозят в Германию. Мы выходим за этого автобуса. Последний Эдуард Чупров выходит и говорит этим водителям. Мы приносим счастье. Напоследок им кинул борща. И мы, значит, выходим. Причем на конференцию ждём Костеланоса. Он не приехал. Он не приехал. Все немцы приткнулись. Реально вам говорю, они просто реально приткнулись. Они не поняли, как так можно. Но из этой две поездки, из этой одной поездки выросло две победы. Помните шатёр самый первый? На острове. Он там родился. В лесах Смоленска. Редактор субтитров А.Семкин